Доброе утро, дорогие друзья! Студенческая 14 вместе с ним и весь коллектив телерадиокомпании Крым приветствует вас. Сегодня понедельник, день тяжелый, но абсолютно точно, что если встречать его с нами, то день пройдет бодро, весело. Антонина Шитова, Александр Ткачев в прямом эфире. Ну, я хочу сказать то, что для Саши, видимо, это утро действительно начинается тяжело, но на то это и понедельник. Я думаю, что главное правильно с той ноги встать и главное настроение настрой, поэтому попробую сегодня тебе поднять настроение, чтобы твой день прошел легко. Но и делать это буду не я одна, но и, конечно же, наши корреспонденты в помощь. Что же они подготовили к этому выпуску, узнаем из анонса. Ладони потеют, пульс учащается, а мысли одна наперебой другой. Свод простых, но действенных советов для победы над страхом сцены. Учитель, которого ждут. В Крыму проходит конкурс педагогического мастерства среди студентов. След в истории. В Симферополе откроют мемориал Героя Советского Союза, генерал-лейтенанту Ашоту Аматуни. Право на жизнь. Как в перинатальном центре Симферополя выхаживают недоношенных детей. Включение из Евпатории, Ялты, Керчи и Симферополя. Все это и многое другое в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Ну что же, долго ждать не будем. Начнем поднимать настроение прямо сейчас. Ну и для этого я предлагаю посмотреть небольшой видеофрагмент, который нашли мы в сети интернет. Это не что иное, как водопад Учинсу. Как раз самое время его смотреть. Высота водопада 114 метров. Располагается он недалеко от Ялты, на склонах горы Айпетри. И сейчас, когда, ну скажем, хоть воды относительно немного, половодия не ожидается, но тем не менее, река быстрая, которая питает водопад, она полноводна. Да, показали мы это видео не просто так, потому что туристы выкладывают прямо сейчас селфи, выкладывают видеоматериалы. Потому что сейчас время отправиться на экскурсию, на водопад. Почему? Летом часто этот водопад можно не застать. Он пересыхает зимой в самое, так скажем, холодное время, в холодные поры он может и замерзнуть. А вот сейчас самое время, и туристы радуются. Я считаю, что это один из самых высоких водопадов Восточной Европы. Его высота 114 метров, ну это суммарно от края обрыва до поверхности, которую он спотыкается по итогу. Нужно сказать, что река называется быстрая, а само по себе слово очень супереводится как летящая вода. И вправду, воды немного, но за счет того, что иногда порывы ветра могут эту струю отклонять вправо или влево, вода по-настоящему летит. На самом деле, мне кажется, в Крым здорово приезжать в любое время года, как вы уже увидели. Вроде бы сегодня заморозки, и с другой стороны весна, но тем не менее приезжать, чтобы посмотреть абсолютно на водопад, казалось бы. Но тем не менее стоит. Антонина, ты знаешь, почему я так хорошо знаю, ну скажем, географию родного края? Потому что ты здесь родился, наверное, путешествовал очень много. Абсолютно верно, я помню, даже еще в школе был такой предмет у нас краеведение, но я думаю, что у вас тоже в Отюмени такое было. Да, у нас было и в Отюмени тоже. Дорогие друзья, лично я крайне благодарен тем учителям, которые подарили мне мои знания. Я думаю, что каждый, кто учился в школе, может сказать спасибо какому-то одному, по крайней мере, учителю, который нашел ключик к его душе и сердцу. Я думаю, что ученики Симферополя не исключение. Они говорят спасибо своим учителям. А кому конкретно узнаем в нашем следующем сюжете. Первый раз в шестой класс, но в роли преподавателя пришла студентка Кристина Черкавская. Она участвует в муниципальном конкурсе «Учитель, которого ждут». Ее задача провести урок на тему формирования лидерских качеств. Главное – новые формы подачи и креативность. Ваше задание – придумать идеальную школу. Какая школа в вашем понимании идеальная? Самые внимательные сегодня сидят на последних партах. Это члены жюри оценивают работу учителя по целому списку критериев. Умение поддерживать познавательную активность детей, познавательный интерес, мотивацию, поддерживать себя на культуру речи, педагога. Но, пожалуй, главный отзыв конкурсанты ждут все-таки от самих учеников. Спасибо, с вами было очень приятно работать. Ну что, как вам урок? Во! Понравилось? Да! Ну а теперь можно выдохнуть. Первый урок Кристины, похоже, удался. Это огромный опыт и вообще шанс научиться и попрактиковаться. Мы желаем вам удачи. Спасибо. Этот конкурс организовал Крымский инженерно-педагогический университет с управлением образования Симферополя и методическим центром. Участвуют 35 студентов факультетов психологии, дефектологии, истории и филологии. Зайнеп Ибраимова ведет урок крымско-татарской литературы. И хоть я уже давно не школьница, мне не нужно получить пятерку. Я даже, к сожалению, не знаю крымско-татарского языка. Но на самом деле даже наблюдать за процессом очень интересно. Во время моей учебы на уроке литературы не показывали видеоролики. Не делали мы и аппликации, а сейчас педагоги стараются интегрировать разные дисциплины. Это новая интерактивная методика STEM. Это уроки, в которых присутствует межпредметная связь, больше именно направленная на координацию технических каких-то моментов, элементов и, конечно же, больше технологии. И этот урок подошел к концу, теперь ждем результатов. Урок прошел очень хорошо, очень круто. Мне понравилось, потому что во мне даже зажегся такой азарт в дальнейшем еще больше учить и давать знания деткам. Мы вам не очень помешали? Нет, я даже не заметила, как мы пошли. Уроки будут проходить до конца недели, после выберут победителя. Студенты, которые справились лучше всех, получат возможность трудоустройства. Екатерина Серегина, Андрей Псом и Влад Мошек. Утро нового дня. Антонина, когда ты последний раз писала на доске мелом? Это было очень давно, но на доске писала, правда, уже маркером. Но сейчас есть планшеты, если их всегда держать при себе и очень уверенно, тогда они прослужат вам дольше. Просто я посмотрел эти картинки, которые только что в сюжете были, и какое-то, знаешь, воспоминание из чужой жизни. 20, там, 16 марта, классная работа. Ты знаешь, я, кстати, не так давно снимала материал, который назывался «Школа без мела». Это было журналистское расследование. Вообще уже во многих школах есть современные доски, где тебе не нужен мел, тебе не нужен фломастер, а все, в принципе, на компьютерной графике. Дорогие друзья, компьютерная графика, она, как известно, принимает повсеместное уже значение. Но прямо сейчас я предлагаю поговорить о музыке, которая тоже, кстати говоря, компьютизируется. Я почему вспомнил, потому что уже не помню, когда последний раз ноты писал от руки. Всегда это делаю в компьютере, да? А, Саш, ты знаешь? Да, к чему я отклоняюсь к этому вопросу? Я уверена, к вопросу о вопросе. К вопросу о вопросе. Вот такое вот масляное масло. Но, тем не менее, вы же знаете, что ни один наш эфир не обходится без подарков. А тем более понедельник, утро, день тяжелый. Нужно порадовать наших зрителей. Антонина, я думаю, что именно ты должна задать этот вопрос. Потому что ты, конечно, белокожая, девушка с волосами и цвета льна. Но, тем не менее, вопрос должна задать ты. Легко это сделаю и надеюсь, что сразу же найдется тот, кто до нас дозвонится. Во-первых, хотелось бы отметить, что телефон вы сейчас увидите на своих экранах. Звоните, если даже не знаете правильный ответ, хотя уверена, что наверняка найдется тот самый знаток, который отправится 20-го числа на Дубровского в музыкальный и драматический театр. Значит, что требуется ответить на вопрос, какая военная песня стала широко известной только спустя 30 лет после ее написания? Я даже дам небольшую подсказку. Написана она была за год до войны. И действия, которые там описаны в ней, они происходят в гражданскую войну. Но, тем не менее, она стала неким символом победы. И, в общем-то, много рассказывать не буду. И совсем просто будет догадаться иначе. Ну и, кроме того, я думаю, по нашей любимой традиции нужно не просто ответить, что это за песня была, а, может быть, напеть. Сто процентов, да. Мы не дадим билет, пока не напоете. Так что знайте. Внизу еще раз напоминаем экрана номер телефона. Звоните, пообщаемся с вами и наверняка найдем вместе какое-то решение на этого вопроса. Дорогие друзья, ну что же долго говорить? Давайте посмотрим, что сейчас происходит на театральных подмостках полуострова. Афиша к вашему вниманию. Этот спектакль-игра поставлен по пьесе польского драматурга Йозефа Рачика. Как колечки, цепляясь друг за друга, образуют цепочку, так звено за звеном выстраивается сюжетный ряд постановки. Игровая атмосфера спектакля помогает малышам осмыслить чувство персонажей, осознать причины того или иного настроя. Яркие декорации создают атмосферу праздника. Артисты виртуозно разукрашивают постановку танцами, шутками, фокусами и пластическими этюдами и дарят малышам незабываемую добрую сказку. Собака. Это спектакль о военной жизни грузинского села глазами мальчика Гагиты. О ценности человечности и о ситуациях, в которых это качество легко утратить. О неминуемых последствиях сражения за собаку. Немощный больной старик Спиридон и его внук Гагита ждут окончания войны и возвращения с фронта отца и сына. Размеренную нелегкую жизнь меняет появление в их дворе искалеченной жестоким человеком бродячей собаки, которой они дают кличку Собака. Меняется и жизнь села. Мальчику приходится сражаться, чтобы спасти собаку. Антонина, пожалуйста, присядьте. Потому что прямо сейчас есть звонок. Я думаю, что с нашим телезрителем лучше общаться сидя. Да, тем более если он будет петь, а мы захотим танцевать, а начальство смотрит и скажет, что за танцы с утра. Дорогие друзья, готовы подключиться к нашему дозвонившемуся. Доброе утро, слышите ли вы нас? Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, откуда вы? Меня зовут Антон. Антон, очень приятно. Ну что же, знаете ли вы, какая песня стала популярной лишь спустя 30 лет? Если я не ошибаюсь... Алло, алло, слышите меня? Да, да, мы вас слышим. Надеемся, что не ошибаетесь. Теперь мне, возможно, смуглянки. Ответ абсолютно правильный. Но теперь вам нужно ее спеть. Что, что делать? Напеть! К сожалению, у меня очень плохие локальные данные. Но в любом случае, мне кажется, то, что ваш понедельник начался отлично, мучить мы вас не будем. В любом случае, билет ваш. Так что вы отправитесь 20 числа на Дубровского. Забрать билет можно по адресу Студенческая, 14. Поэтому не ждите долго. Отправляйтесь уже сейчас. Он будет ждать вас на проходной. Ну и два слова, собственно, об этом произведении. Написано оно было Новиковым в 40-м году. Но почему-то песня тогда, так сказать, в пору не пришлась. И долгое время лежало на полке. Ее неоднократно исполняли. Но популярность она обрела только, как ни странно, в 70-м году. И стала одним из символов Великой Победы. Саша, ну в любом случае, мне кажется, что отправляясь в театр, а сейчас у нас погода изменчивая, мы не знаем, что же нам надеть. Но это не проблема. Я помогу и прямо сейчас готова рассказать, какой же прогноз погоды будет на Крымском полуострове. Начнем мы по традиции Симферополя, где будет переменная облачность без осадков. Ну а что касается ветра, он будет восточный, 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, днем до 4 тепла. В Севастополе пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью 2, днем столбики термометров покажут 7 градусов тепла. На южном берегу Крыма переменная облачность, также осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 2, днем 6 градусов тепла. В Феодосии ясно, осадки не ожидаются. Ветер северо-северный 4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 2, днем до 5 градусов тепла. В Керчи 16 марта пасмурно, но тоже осадков не будет. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3, днем до 5 тепла. В Армянске облачно с прояснениями. Также не ожидается осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью 2, днем до 7 тепла. И мы переходим к ценам на топливо. Газ будет стоить 19 рублей 56 копеек. Дизельное топливо 48 рублей 80 копеек. 92-й 44-й 17, за 95-й придется отдать 48 рублей 65 копеек. Но литр 98-го обойдется в 56 рублей 12 копеек. Так что вам решать отправляться на личном автомобиле, заправлять полный бак или все-таки прогуляться пешком. Ну а мы следуем дальше. Курс валют тоже неотъемлемая часть нашего эфира. Доллар и евро сдали позиции. Доллар будет стоить 73 рубля 18 копеек. Евро 81 рубль 86 копеек. К этому часу все новости. Какими денежками пользоваться, каждый решает сам. Решает только вам. Дорогие друзья, ну говоря о мероприятиях культурных, которых так много происходит вокруг нас, давайте посмотрим небольшой видеофрагмент, который подготовила Крымская государственная филармония. Мы видим солистов. Марина Гимман, Алексей Зинченко, Николай Назаров. Это звезды филармонии, которые всегда рады вас видеть на своих концертах. Они подготавливают каждый раз какую-то новую программу. В общем-то, посетить их мероприятие стоит? Да, стоит посетить. И, кстати, смотрите наши эфиры, потому что ежедневно мы будем рассказывать о том, какое мероприятие готовится, какой спектакль ставят наши местные звезды. Ну и, конечно же, будем вам рассказывать, во сколько и что будет проходить. Вот, например, виртуальная филармония, которая это юбилейный московский, 15-й юбилейный московский международный фестиваль виртузы гитары. Что это такое, вы узнаете подробнее, если обратитесь к интернету и будете смотреть наши эфиры. Ну, два слова про виртуальную филармонию. Напомню, это проект, который не просто так возник, на него специально дали большой грант. Нужно отметить, что виртуальная филармония — это трансляция на огромном эфире, на огромном экране, в прямом эфире, с очень качественным звуком каких-то мероприятий такого глобального, международного уровня. То есть, как, например, конкурс Чайковского в Москве или какие-то другие такие значимые концерты. Посмотреть их теперь можно будет в прямом эфире, не только, скажем, в записи, но и, например, в филармонии. Ну, вообще, это очень здорово. Мы, казалось бы, двигаемся вперед, но, тем не менее, возвращаемся назад. Потому что вот такие спектакли, в том числе театральные, которые на сегодняшний день очень часто транслируются на телевидении, были придуманы не вчера и не в этом году вообще. Они, в принципе, уже давно существуют, но радует, что в этом году и вообще сейчас снова становятся популярными среди жителей. Антонина, а знаешь ли ты, что самое главное, собираясь на концерт? Ну, наверное, навести марафет, как говорится. Абсолютно верно. И более того, нужно сказать, что делают это не только девушки, женщины, но и даже попугаи. Небольшая видеозарисовка к вашему вниманию. Как попугай собирается? Ну, вероятно, то ли на концерт, то ли в филармонию, то ли куда-то еще. Да, действительно, самое интересное. Может быть, он, конечно, собирается на работу, но что происходит? Дома, находясь. Попугай, на самом деле, не скучал, а придумал себе небольшое украшение. Вот такой вот он хвостик приделал. А что же он сделает дальше? Обратите внимание, что как ювелирно он работает своим клювом. Он просто отрезает полоски бумаги и вставляет их себе в хвост. Ну, в общем, девушки вставляют в голову перья, попугая, бумагу. Но вообще, если без шуток, то, как пишут в интернете, таким образом самцы привлекают противоположный пол. Ну что же, довольно интересный способ. Саш, ну, я думаю, что в любом случае кому-то мы настроение подняли. Может быть, кто-то даже попробует что-то применить и для своих попугаев. Может быть, даст какие-нибудь интересные материалы, из которых они смогут изготовить свои хвостики. Виталина, скажи, пожалуйста, а у тебя были попугаи? Нет, у меня не было попугаев, но не так давно снимала сюжет о том, как правильно путешествовать с домашними питомцами. И была героиня, у которой есть черепашка и есть попугай. Кстати, хотелось бы отметить, что перемещается она в обычной клетке, а черепашка перемещается в обычном контейнере, куда складывают продукты. Потом мы отправились в зоомагазин, где нам подробно рассказали, что так делать не стоит. Потому что в любом случае, если какая-то авария, столкновение или неровная дорога, то и попугай, и черепашка могут перевернуться и пострадать. Поэтому всегда относитесь очень внимательно к своим домашним питомцам. И к своим коллегам. Как это делаем мы с Антониной? И прямо сейчас мы готовы подключиться к коллегам из радио Крым. Они на связи с нами и готовы рассказать, что же сегодня обсуждают. Доброе утро, коллеги! В эфире мы с канала Первый Крымский, программа «Утро нового дня». Доброе утро! И вас с праздником, потому что хоть официально в календаре красным помечена дата 18 марта дня подписания конституционного договора в Кремле. Но, тем не менее, 18 марта всем, естественно, помнится, как день всенародного референдума в Крыму, на который полуостров решил свою судьбу. Конечно же, мы сегодня эту тему и обсуждаем. А во втором части что у вас сегодня? Во втором части мы ждем министра транспорта Республики Крым Сергея Карпа. Будем обсуждать современные проблемы Крыма и транспортной отрасли. Это будет весьма интересно. У нас сегодня тоже довольно насыщенная программа. Наши коллеги из Ялты расскажут о том, как город в ближайшее время преобразится. И кто такие художники, уличные вандалы или настоящие мастера? Ну и, конечно же, перинатальный центр, который работает в Симферополе. Мы тоже обсудим, как продвигается работа и чем мы гордимся. Коллеги, походу, настолько были увлечены беседы, что все-таки нежданно и негодно отключились. Но ничего, мы желаем вам хорошего эфира. Надеюсь, он придет хорошо. И новости, которые вы сообщите, действительно порадуют крымчан в этот понедельничный день. Ну, я думаю, что радовать сегодня новости будут не только на радио, в принципе, и родильных наших коллег, но и мы тоже порадуем наших зрителей новостями. Вот, например, в Ялте хотят сделать, Ялту хотят сделать международным культурным центром. Абсолютно верно. И первые шаги уже к этому предприняты. Можно напомнить, во-первых, про тот уникальный эксперимент, который развернулся в городе. Это, скажем, повышение социального значения дворников. Так что теперь не просто уборщики территории, а настоящие охранители. Да, и что хочется отметить, к пляжному сезону уже начали готовиться. В принципе, март уже пора, потому что многие в апреле начинают свои заплывы выполнять. Стоп, стоп, стоп. Не забирай хлеб у наших коллег, которые сегодня включатся в эфир. А я предлагаю передать слово Татьяне Балыкиной, которая на стриме, которая находится на улицах Симферополя и готова с нами связаться. Таня, доброе утро. Чем дышишь, что видишь? Рассказывай. Доброе утро, Сашенька, Тонечка. Доброе утро всем крымчанам, всем, кто смотрит программу «Утро нового дня». Вот он, тот самый понедельник, которого мы все так ждали. И, конечно, наверняка каждому хотелось бы, да, чтобы еще подольше выходные продлились, как на прошлой и прошлой неделе нам чуть-чуть так повезло, потому что были праздники. Ну вот, этот самый понедельник. Я надеюсь, что вы все успели выспаться и хорошо провели время на выходных. Так что сегодняшний день и вообще вся неделя для вас будет продуктивной и по-настоящему доброй, хорошей драйвовой, потому что как начнешь в понедельник с утра, да, с каким настроением его встретишь, такой будет и вся неделя. Поэтому, кстати, вот советуют не отсыпаться на выходных, да, больше, чем в обычное время. Примерно спать всегда одинаково, чтобы не было каких-то таких вот резких скачков и перебоев из-за недосыпов и того, что вы где-то слишком долго спали на выходных. Поэтому просто радуйтесь, вставайте пораньше. Конечно, сегодня одевайтесь теплее, потому что на улице зябка очень, действительно. Сегодня температура была ночью минусовая. Так что, вот, одевайтесь теплее, обязательно обувь теплую тоже, потому что земля на самом деле очень холодная. Это из-за того, что холодный воздух к нам пришел с арктических морей. Поэтому будьте готовы к тому, что на улице мороз и продлится это несколько дней, но именно мороз в вечернее время и ночью. А вот уже утром чуть-чуть начинает теплее, температура воздуха прогреется до плюс 3-5 градусов. Но все-таки, по сравнению с прошлой неделей, конечно, даже рядом эта погода не стояла, так скажем. Ну, это скоро закончится и уже совсем скоро будет снова тепло, буквально до среды. Мы ночью будем мерзнуть. Ну, конечно, если у вас дома отопление, которое все еще не отключили, то никто не замерзнет и всем будет очень тепло. Ну, я желаю вам всем доброго, бодрого утра. Еще раз повторюсь, одевайтесь теплее, с хорошим настроением выбегайте на работу, на учебу. И пусть все будет у вас отлично. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо большое, Танечка. На самом деле на улице так солнечно, что я не сказала бы, что там прохладно. Хотя по ощущениям знаю лично, холодно. На самом деле, обещали этой ночью минус 4, прошедшей ночью, ушедшей уже. Но температура опустилась всего лишь до минус 2 в центре города, по крайней мере. То есть немножко теплее, и, быть может, даже не все косточковые, которые вошли в фазу цветения, пострадают от этого. Более того, нужно добавить, чтобы, скажем, механизм того, что произошло, очень прост. Вот на мартовские праздники, на начало месяца, нас согревали очень теплые атлантические циклоны. Но дело все так сложилось, что они ушли в сторону от нас. И, так сказать, место пустовало. И на это пустое место, условно говоря, с севера, из Арктики спустился холодный фронт, который как раз вот нас охлаждает сегодня. Но совсем скоро вновь теплые массы придут со стороны Атлантического океана. И вновь царится тепло, мы с нетерпением этого ждем. Кстати говоря, уже в этот четверг. Честно сказать, да, уже в этот четверг морозы меня, наверное, смущают не так сильно. Что касается растений, я, наверное, за них не так сильно переживаю, как переживаю за животных, которые без дома, бездомных животных, которым приходится ночевать и вообще все время проводить на улице. И переходим к новости, что вообще, в принципе, зоозащитники, они призывают брать животных из приютов чаще, чем у каких-либо заводчиков, не покупать. И в Нижнегорской области решили сделать этот процесс, так скажем, более удобным. Что это значит? Хотят сделать большую, одну, всемирную, всероссийскую, точнее, систему, базу данных. Где у каждого животного, извините, перебью, будет своя анкета, в которой будет подробно расписан рост, вес, окрас, прививки, которые были совершены. В общем, все, что нужно знать хозяину об этом животном, характер, какие-то особенности поведения. Поэтому в самом скором времени вот такая база данных всероссийская сможет наверняка сократить количество несчастных, обездоленных животных, которые найдут свои семьи. Ну и, конечно же, хочется отметить, что для работы будут привлечены волонтеры, их наверняка будет много, потому что сайт уже хотят запустить буквально через пару месяцев. Я надеюсь, что все будет успешно. Ну и, кстати, в следующем году, кроме всего прочего, должны построить два первых межрайонных приюта, которых будут не менее чем на 400 мест. Поэтому совсем скоро можно будет набирать в интернете хэштег бездомные животные и по нему находить тех, кто ищет дом и, быть может, составит вам компанию, станет настоящим другом. Ну а раз уж мы обратились к слову хэштег, давайте посмотрим, что же в этот раз подготовили наши коллеги в одноименной рубрике хэштег. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, я Настя, это хэштег Let's Go. Британцы обвинили 81-летнюю соседку в том, что она использует умеющего петь оперные арии попугая в качестве орудия для пыток. Людям приходилось слушать истошные вопли птицы каждый день на протяжении трех лет. А самое обидное, что паре британцев не верят, мол, старушка не способна на такие коварства. Жители небольшой итальянской деревни 6 марта ждал необычный сюрприз. Вместо воды у них из кранов потекло шампанское местного разлива. Шах и мат, аметисты. Но высшие силы тут ни при чем. Все дело в пробоине хранилища винодельни, которая находилась рядом с деревней. Из-за нее напиток и попал в систему водоснабжения. Дырку в трубе быстро заварили, и некоторые итальянцы начали писать жалобы в администрацию, что течь устранили слишком быстро. Совсем недавно был такой случай в Красноярске. После футбольного матча футболистам подарили пиво. А какие нелепые подарки дарили вам? На 23 февраля сотрудники ему подарили авоську. Авоська – это клетчатая сетка. Хорошо, а может быть вы дарили какие-то нелепые подарки? Нет, всегда, не припомню, не скажу. Всегда все нормальные подарки, хорошие дарили. Все лепые подарки. Я не знаю. Вам не дарили подарков никаких? А, подарки. Ну, нелепые подарки. Подарки много дарили. Я не знаю. Духи. Духи? То есть, вы считаете, если вам девушка подарила духи, то это нелепо подарок? Конечно, это же намек на то, что от меня воняет. Это обидно. Фу, как некультурно. А если вам друг подарил духи? То зачем такой друг нужен, да? Вряд ли мне друзья подарят духи. Мне ничего не дарили. Вам ничего не дарили, к сожалению. Несмотря на какой праздник. Мне вас очень жаль. Надо как-то с этим разобраться. Поплачьте-то. Не позвольте. Это прескорно. Для меня любой подарок, он важен. Имеет свою суть, имеет свою роль. И в любом случае, если мне его подарили, значит, мне должно быть приятно. Сыр-косичку. Сыр-косичку? Да. На какой день вам подарили сыр-косичку? Это не мне, я дарил. Вот, девушки. За праздник. Смотреть противно. Вы ее очень сильно любите, походу. Безусловно. Я бы тоже так ответил, если бы со мной стояла моя девушка. Я бы подарила лучшему другу плакат, обклеенный просто картинками петухов. Прикольная информация. А пропустить нельзя? Не знаю, зачем. Японская полиция задержала 57-летнего мужчину, который на протяжении 25 лет воровал велосипедные сиденья. За это время у него скопилось почти 6 тысяч образцов. Мужчина тырил седлушки в Токио и Осаки, чтобы снять стресс на работе. И оказалось, что это очень даже весело. Он так в суде и сказал. Ничего страшного. На этом все. Это был хэштег. Ты там камеру выключишь? Ну что же, мы не будем отставать от наших коллег. И тоже предлагаем вам интересную новость. Давайте посмотрим небольшую видеозарисовку. И не просто видеозарисовка, а очень даже вкусную. Искусство шоколада, как инженерная наука. В прямом смысле слова. Итак, мы видим, как делают такой вот своеобразный грунт. Потом заливают формы. И начинается уникальная кропотливая работа по созданию космического цветка. Но что я хотела бы заметить. Я большая любительница шоколада, всего сладкого. Наверное, Нутелла мой самый любимый шоколадный продукт. Но, а что касается таких скульптур, арт-объектов. Я честно признаюсь, на вкус они не очень... Да ну. Да, они действительно на вкус не очень. Видимо, потому что выполняют их, во-первых, из горького шоколада чаще всего. Реже используют молочный, потому что он тает быстрее. Ну и кроме того, такие шоколадные скульптуры, они твердые. Они действительно на любителя. То есть нужно постараться, чтобы их разгрызть, правильно? Их надо постараться, чтобы разгрызть, и больше их, конечно, используют как такой выставочный вариант. Но с другой стороны, что тут скажешь? Ведь на самом деле такое произведение искусства и есть-то жалко. И есть жалко, но иногда так хочется. Вот такой красивый цветок, и его прям не терпится съесть. Но, кстати, была у меня большая шоколадная башня, которую я съела, и в принципе осталась довольна. В этот шоколад редко добавляют различные некачественные масла, и поэтому шоколад горький, но чаще качественный. Скажи, пожалуйста, можно ли сказать, что съев такое шоколадное произведение, ты становишься вандалом? Нет, но я думаю, что сделав такое искусство, такой арт-объект, ты становишься искусствоведом. Наверное, не искусствоведом, искусствотворцем. Искусствотворцем. Но, кстати, переходим к искусству. Искусство или вандализм. Власти Ялты планируют выделить место для авторов граффити. И об этом мы поговорим с нашими коллегами. Олеся Глушко на связи со студией. Доброе утро, Олеся. Расскажите, пожалуйста, где будут расположены зоны для рисования? Доброе утро, Антонина, Александр. Ялта город у нас очень творческий, всех приветствуем. И сегодня у нас в гостях Владислав Подопригора, художник. И с Владиславом мы поговорим о том, как развивается граффити в Ялте. Расскажите, где вы рисуете? На данный момент, как разрешенной площадки нет. Раньше каждый год проводился такой фестиваль, как Ялта Summer Jam. Но гости, когда приезжали, оставляли с собой помимо места под фестиваль, еще по пути к китакты моделизма. Это власти не понравилось. И рисовальную часть фестиваля прекратили. Сейчас остались только различные заброшки, недостроенные здания, где и гости, и местные художники могут как-то самореализовываться. Вообще, есть такая практика в больших городах, когда берутся какие-то заброшенные здания, заводы и так далее. Из них делается арт-пространство, арт-выставка. Есть такая вещь, как эффект Бильбао. Когда в индустриальном каком-то городе заброшенном делается арт-объект, и город потихоньку преображается. Потому что идет поток туристов. Там, где туристы, появляется бизнес, появляются деньги. Город начинает развиваться и жить. А Ялта вообще к такой направленности очень склонна. Так как вы сказали, Ялта действительно очень творческий город. Сюда приезжает очень много творческих людей со всего мира, можно сказать. Здесь творили величайшие музыканты, художники, писатели. Буквально вот возле моего дома жил Лев Николаевич Толстой. То есть Ялта действительно в этом плане удивительное место. И хотелось бы, конечно, чтобы была какая-то единая площадка, где художника можно было реализовываться уже более-менее легально. Влад, а где вы сейчас рисуете? Как я сказал, это либо заброшенные здания, либо это уже какие-то коммерческие заказы, ну, где частная собственность. То есть пока нету так, чтобы ты рисовал легально, но при этом и мог что-то качественное сделать. То есть почему большинство людей видят граффити как нечто некачественное работа? Потому что легально их сделать довольно тяжело, так как нужно пройти все инстанции для разрешения. Это проблематично. То есть какого-то механизма нет. Это только процедура? Это какого-то механизма нет. Вот, допустим, мы сотрудничаем с благотворительным фондом Добро мира волонтера Крыма. Они нам помогают в этом. И мы в Симферополе делаем уже не первый год такие проекты, допустим, как арт-переход и галерея под небом. В конце марта как раз мы будем делать еще одну типовую станцию в виде Айвазовского, которую многим крымчанам уже известны. Сейчас горожане могут выбрать один из четырех эскизов, так что это в руках горожан. То есть сами горожане голосуют за проекты? Вы представили несколько проектов? Да, 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 верно. Вот тебя называют Айвазовским с баллончиком. Расскажи, почему. Спасибо. Два года назад. Начну сначала. Как-то придуман такой проект, как галерея под небом. У меня появилась идея. Люди не ходят по музеям, почти все. Ну, то есть если вы зададите вопрос, когда я был в художественном музее, скорее всего, это было очень давно. Скорее всего, в другом городе, как турист, но явно не в своем. Хотя в вашем городе явно есть музей. Но люди ходят по улицам, где много неприглядных стен, различных завешанных рекламбой, какими-то надписями непонятными, некрасивыми. И подумал, почему бы не решить эту проблему, как-то внести культуру в массы. У нас есть много наших художников. Я подумал, почему бы не сделать масштабные копии на стены. Начали с Айвазовского, но так как-то получилось, люди начали требовать именно его. Мы с него и начали, планировали несколько художников. И сделали несколько больших копий Айвазовского. Это стало мемом. Под таким вопросом чаще всего Айвазовский с баллончиком. Это искусство или вандализм? И как-то это разошлось? Это очень интересная тема про искусство и вандализм. Очень глубокая и философская. Мы поговорим об этом с тобой, обязательно, в следующий раз. Наше утро подошло к концу. Коллеги, передаю вам слово из нашего творческого города Ялпа. Спасибо большое вам. Желаем вам только хороших новостей. Желаем вам отличного настроения. Напоминаю, на связи была Олеся Глушко и город Ялта. Ну, кстати, не будем далеко уходить от Ялты. И вообще, в принципе, южный берег Крыма и подножье гор. А посреди, где-то между ними, райский сад Никитский. Давайте посмотрим небольшую видеозарисовку. Как раз сейчас, мы видим, еще в горах сохраняется снег. Этот контраст с цветущим южным берегом, конечно, вдохновляет не только художников, но и простых людей. Итак, это райский сад Никитского ботанического сада. И как раз сейчас фаза цветения большинства растений. Давайте посмотрим. Вот это даже я не знаю, что такое. Ну, вот на заднем плане, ну, первые ирисы, самые ранние весенние, первые незабудки. Это растение, я не знаю, к сожалению, лукаюсь, грешно. Ну, цветет розмарин, разумеется, самое время ему цвести. И вот первые опылители уже. На самом деле, цветение розмарина – это просто сказка, потому что он так благоухает. Аромат этой культуры, масличной, пряной, безусловно, чувствуется буквально за десятки метров. Саша, ну, твое незнание – это повод, лишний повод еще раз приехать в Никитский сад и все-таки узнать. Вот морозник цветет, вот эти крупные цветки. Мы заметили, что такие огромные купола из полиэтилена – это предусмотрительные хранители сада. Еще до сих пор не вынули из-под зимней защиты агавы, которые, к сожалению, у нас в холодные зимы подмерзают. Поэтому их на зиму укрывают. Самое главное для этой культуры – чтобы почва вокруг нее во время зимовки была сухой. Иначе задниет корневая система, и растение погибнет. Поэтому, если вдруг вы решили выращивать кактусы или другие суккуленты у себя в огороде, кстати, многие из них прекрасно растут в Симферополе, для этого вам нужно всего лишь на зиму создавать такой купол, который предотвращает замокание почвы. И, в общем-то, кактусы будут растить даже в Симферополе. Ну, знаешь, Саш, эту видеозарисовку мы выбрали не просто так. Так, а все дело в том, что вроде бы уже началась весна, зацвели очень многие деревья, кустарники, цветы. Но небольшой мороз, который уже держится на протяжении нескольких дней, и ты как большой любитель и как опытный садовод, расскажи, не повлияет ли это никак на урожай и на цветение в целом? Ну, пока могу сказать одну вещь, что в Симферополе первая ночь с заморозками была, по крайней мере, в центре города здесь всегда немножко теплее за счет инфраструктуры городской. Была минус 2. В принципе, эта температура такая двоякая. С одной стороны, это уже предел, когда растения зацветшие могут повредиться, я имею в виду абрикосы, миндали и так далее. Персики еще не зацвели, кстати, и слава богу. А что касается... Ну, если повезет, то пронесет, как говорится. Но вот эта ночь, которая впереди у нас, она тоже будет холодная, поэтому будем надеяться, что она не будет критической. Как же все-таки ты уверенно выступаешь на такой, можно сказать, импровизированной сцене, потому что мы стоим на небольшой возвышенности, как в сцене. Откуда столько уверенности, никакого страха? Это мучится годами. Есть, кстати, очень много литературы, много пособий, как разговаривать где угодно, с кем угодно и о чем угодно пишут. В общем, дорогие друзья, самое главное – не бояться о том, как это сделать, знает Стефан Филатов и расскажет вам в своем сюжете. Умение выступать публично – один из наиболее ценных навыков современного делового человека. Даже короткая речь способна как приблизить, так и отдалить коллектив от взаимопонимания, повысить или понизить авторитет оратора. Что и порождает страх выступлений перед большим количеством людей, или, как еще его называют, боязнь сцены. И вот именно об этом мы сейчас с вами и будем говорить. Страх перед публичными выступлениями – это в первую очередь недостаток уверенности. Чем лучше подготовиться человек, дополнить речу местными шутками, выучить материал, тем проще придется. Увидеть себя со стороны, подобрать мимическую реакцию для усиления сказанного, занятие у зеркала – то, что нужно. Две-три такие тренировки помогут вам почувствовать себя гораздо увереннее. Тем не менее, это не гарант того, что вы справились с фобией. А потому возвращаемся на сцену. Ну вот, стоило только на несколько минут отойти. Хотя, это ведь уникальная возможность. Давайте посмотрим, как держится на сцене профессионал. Движения Дарины естественны, а сказанное не вызывает сомнений. Да, те, кто боятся публичных выступлений, не репетируют годами напролет на манер актеров. Но и ждут от них другого. Между тем, театралы тоже волнуются перед выходом на сцену. Чтобы справиться с ним, чаще всего я сосредотачиваюсь на чем-нибудь. Это может быть дыхание. Ну, знаете, есть разные дыхательные техники, которые приводят в спокойствие наше тело. Глубокий вдох и медленный, неторопливый выдох. Упражнение поможет насытить организм кислородом. А этого уже достаточно, чтобы привести нервную систему в равновесие. Коллега по цеху рекомендует подключать к таким практикам ораторские методы. Упражнение под кодовым названием «Индейские шаманы». Все волнение просто вылетит из нас, будет существовать отдельно. А мы пойдем на сцену довольны и успокоены. Также существенно облегчить жизнь спикера-новичка может позитивное мышление. Наверняка в зале будут друзья, родственники или единомышленники. Смело вступайте с ними в зрительный контакт. Представьте, что в этих стенах кроме вас больше никого нет. Стефан Филатов, Влад Мошек. Утро нового дня. Раз я остался один, значит в студии есть гости. Я рад представить Арсена Зеядинова, кандидата медицинских наук, заведующим структурным подразделением Ренатальный центр Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Как вам наше утро нового дня? Как вам добралось сюда? Здравствуйте. Прекрасное утро. Несмотря на то, что на улице минус 4, светит солнце, как летом. И кажется, что немножко обманчивая погода. Ну, прям очень холодно. Простите за личный вопрос. А вы на градусник смотрели или по прогнозу? Машина показала. Машина показала. Потому что я смотрел на градусник, у меня было минус 2. Я прямо так возрадовался даже. Ну, в общем, пока вы радуетесь, я перейду к более серьезным темам. Несмотря на то, что погода тоже серьезная, мы будем обсуждать перинатальный центр, который работает в полной мере. И хотелось бы узнать, какие операции проводят уникальные в вашем центре? Наверное, прежде чем сказать про уникальность операции, хочется немножко сказать про сам перинатальный центр. Все-таки в чем он уникален? Перинатальный центр является единственным структурным подразделением службы родов с поможением в Республике Крым самого высокого уровня оказания медицинской помощи. Тем самым это обеспечивает нам возможность полного этапа оказания помощи как нашим пациенткам, которые планируют беременность женщинам, так и нашим самым маленьким пациентам, это новорожденным. Плоть до экстремально низкой, очень низкой массы тела детки, которые рождаются и концентрируются именно в перинатальном центре. И вот переходя к вопросу особенности операции, уникальности операции, вот тогда начну, наверное, поэтапно. У нас возникают пациентки, проблемные пациентки, которые планируют беременность и по каким-то причинам не могут реализовать свои репродуктивные функции. Извините, пожалуйста, перебью вас. Важный вопрос хочу вам задать. А как часто в Крыму сталкиваются женщины? Есть какая-то статистика, сколько процентов женщин сталкивается, скажем, с проблемами репродукции? На самом деле, эта статистика, скорее всего, мировая. То есть, в последнее время количество супружеских пар, которые не могут иметь детей, оно увеличивается по разным абсолютно причинам. И поэтому перинатальный центр в данном случае помогает в целом комплексно-семейным парам. То есть, в какой-то специфике Крыма такой нет? Нет, это в целом общая тенденция, которая отмечается. И в этом случае нам помогают репродуктивные технологии. В частности, репродуктивные технологии оперативные, которые внедрены в перинатальном центре. Это малоинвазивные операции. То есть, у женщин, у которых есть инфильтративный эндометриоз, который приводит сам по себе к бесплодию или вызывает ухудшение качества жизни пациента, таких как боль, диспариония и так далее. И в частности, конечно же, это множественные либо гигантские миомы матки или опухоли репродуктивной системы, которые мы оперируем эндоскопически, малоинвазивно, и тем самым оказывая высокотехнологичную медицинскую помощь. Причем эта помощь оказывается именно в перинатальном центре. Она уникальна для республики Крым. Из всех государственных учреждений мы единственные, кто такую помощь вообще оказывает в Крыму. По всему Крыму. Если такая проблема возникает, то только к вам. Только к нам. И женщин, не стоит им переживать, не стоит паниковать. Мы проводим более 200 таких операций в год. Именно это высокотехнологичные, сложные, большие, комбинированные операции, которые приводят к тому, что наши пациентки потом в последующем решают свои репродуктивные планы и поступают к нам в перинатальный центр. Но следующим этапом, тогда хочется сказать, после отделения нашего оперативной гинекологии, хочется перейти тогда непосредственно к самому перинатальному центру, к его структуре. И, конечно, первый план выходит у нас консультативно-геогенетическая поликлиника. Та, которая непосредственно концентрирует всех проблемных пациенток. То есть более 18 тысяч консультаций в год у нас проходят. Со всей республики Крым нам пациентки, в частности, в основном это беременные пациентки, отправляются к нам со всех уголков республики Крым для консультации. И мы уже выясняем уровень родоразрешения, на каком уровне они рекомендованы им, чтобы произошли роды для более благоприятного исхода и для мамы, и для новорожденного. Вопрос тоже важный, на мой взгляд. Можно ли все эти манипуляции, особенно высокотехнологичные, получить по полису обязательного медицинского страхования? Обязательно. То есть мы оказываем помощь преимущественно по полису ОМС, по полису обязательного медицинского страхования. Это, собственно говоря, бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. И в частности, высокотехнологичная медицинская помощь также включена в этот перечень. Каждый пациент, имея при этом заболевание, показания, может обратиться либо к нам в консультативную диагностическую поликлинику, о которой я сказал, либо обратиться у себя по месту жительства, и все уже акушеры-гинекологи с ними уже за столько лет от работы, они знают, куда отправлять. Но все равно обязательно наши пациентки должны об этом знать однозначно, что просить, направляйте к нам в перинатальный центр. Мы эту помощь оказываем успешно. Расскажите, а вообще, ну сейчас еще одну секунду, у вас просто перечислили столько функций, выполняют ваши врачи, и пациентов очень много, как я понимаю. Хватает ли вам кадров? Кадровый состав, слава богу, мы обеспечены. Потому что если перинатальный центр стоит во флагмане, то мы, конечно, должны поддерживать кадровый потенциал. У нас кадры решают все на самом деле, потому что несмотря на наше высокотехнологичное оборудование, оснащение, именно специалисты у нас делают ту работу, которая способствует выздоровлению наших пациенток и наших маленьких пациентов. В связи с этим кадрового дефицита мы не испытываем. Мы, наоборот, стараемся каждого специалиста поощрить. Каждого специалиста мы обучаем, мы проводим постоянно тренинги. У нас внедрен симуляционно-тренинговый центр, который повышает наш внутренний уровень оказания медицинской помощи. Кстати говоря, это уникальная структура, которая тоже только работает в перинатальном центре. И мы уже обучили всех наших специалистов и постоянно только расширяем спектр наших возможностей. И уже даже настроили на то, что мы можем эту услугу, скажем так, оказывать среди других специалистов, акушер-гинекологов, работающих в районах или в других лечебных учреждениях, медицинских организациях. Для того, чтобы они тоже могли отработать свои профессиональные навыки на тренажерах, на манекенах, и потом использовать это в своей посредневной практике. Но следующим, может быть, сказать, этапом, который я уже назвал структурных подразделений перинатального центра, является, конечно, наше родовое отделение. Это сердце перинатального центра, куда поступают пациентки в родах. И плюс, как я уже говорил, это в том числе пациенты с экстремально низкой массой тела новорождённых, которые рождаются в перинатальном центре. И связано с этой структурой отделение реанимации, интенсивной терапии. В частности, где мы внедрили, это продолжая вопрос операции, современные этапы оказания помощи, в том числе и операционные. Извините, пожалуйста, вынуждены вас прервать. Время нашего диалога подходит к концу. Большое вам спасибо, что вы пришли к нам сегодня, рассказали. Заставили нас поверить в то, что всё у нас хорошо, и это действительно так. Напоминаю, что сегодня в гостях нашей студии Арсен Зиядинов, кандидат медицинских наук, заведующий структурным подразделением перинатальный центр. Большое вам спасибо. Спасибо большое за беседу. Ну а наш эфир продолжается, и подробную информацию можно, конечно же, добыть в интернете. Ну а наши корреспонденты тоже трудятся как пчёлки. И что же они там нашли, мы узнаем из сюжета. Трёхочковым броском уже никого не удивишь. Трюковая группа «Диди Сквот» известна своими особенными выступлениями. Создав батутную площадку в заброшенном здании, каскадёры тренируются сутками. Результат вы видите на своих экранах. Используя акробатическое оборудование, мини-трамп и маты, смельчаки совершают удивительные прыжки и снимают впечатляющие баскетбольные броски. Причём точное попадание в кольцо уходит на второй план. Сам себе парикмахер. Все мы знаем поговорку «семь раз отмерь, один раз отрежь». Видимо, героиня этого ролика отмерила недостаточное количество раз. Решающий шаг — и чёлка готова. Девушке не стоит экономить на стрижке. Одна из аквалангисток, снимая подводную жизнь, вынуждена была прервать процесс, когда морская хищница подплыла к ней слишком близко. Ныряльщица ударила кулаком по носу акулу, после чего хищная рыбина изменила маршрут своего следования и больше не приближалась к женщине. Находящийся поблизости дайвер запечатлил момент, когда его коллега, пережив стресс, не смогла сдержать эмоций и выругалась. Эффектная девушка и ныряет эффектно. Погнавшаяся за красивым кадром, любительница инстаграма не подозревала, что оператор решил подшутить над ней. Как только она подошла к фонтану, парень сделал так, чтобы видео серьёзного превратилось в комедийное. Что вы знаете о Лене? Житель Вьетнама снял забавное видео во время прогулки со своими котами по пляжу. Хозяин использовал общий поводок для своих домашних любимцев. Но в ходе путешествия один из хвостатых захотел понежиться под лучами солнца и наотрез отказался передвигаться. Второго питомца не остановило такое поведение соплеменника, и он продолжил путешествие, взяв на буксир ленивого друга. Дорогие друзья, мы тоже предлагаем вам прямо сейчас посмотреть небольшую заклейку, которую мы нашли в интернете. Сады будущего, как они выглядят? Давайте посмотрим. Но это даже не столько будущее, сколько уже настоящее. Колоновидные сады. Нужно отметить, что в эпоху индустриализации, наверное, самый главный ресурс – это площадь. И большие деревья, к сожалению, очень неудобны в этом смысле, потому что занимают большое пространство, дают много тени и конкурируют с друг другом. Вариант решения нашли современные садоводы, агрономы. Они выращивают фруктовые деревья в виде колонны. По-настоящему, как колоновидные кипари. Столько, например, это яблони. Такие деревья очень удобны в обслуживании. Во-первых, собирать урожай с них очень просто. Нужно всего лишь подойти к дереву и прямо с этой колонны собрать плоды, сочные и созревшие. Нужно сказать, что уже сейчас такие технологии применяются повсеместно в Европе. И вот буквально лет 10, наверное, они находятся в Крыму. У нас есть такие сады. В Акчисарайском районе выращивают таким образом яблони и даже персики. Есть некоторые экспериментальные посадки. В общем, одним словом, земледелие, агрономия не стоит на месте и идет вперед семейными шагами. Ну а вообще, в принципе, такая технология действительно не новая. Была она придумана еще в 1964 году. В Канаде впервые ее применили и посмотрели, как же это работает. А работает успешно и действительно очень много плодов. Главное следить за такими деревьями, хотя есть и минусы. Как уже Саш сказал, невозможно спрятаться в тени под таким деревом. Может, на промышленных плантациях этого и не нужно. Но прямо сейчас я предлагаю вам посмотреть небольшой сюжет Татьяны Балыкиной, который касается героической темы. Ведь весна, которая наступила уже, это не простая весна. Это весна 75-летия Великой Победы. Для одних пленка киноленты, а других – воспоминания. Великая Отечественная война оставила глубокие раны в сердцах миллионов людей. Среди них и Ашота Матуни. В июле 1941 года, в возрасте 18 лет, он добровольцем ушел на фронт. Начинал пулеметчиком, до Берлина дошел командиром танковой роты. И после победы служил родине еще 40 лет. Скончался герой Советского Союза генерал-лейтенант Ашота Матуни в октябре 2019-го. Но память о его подвиге продолжает жить. В конце февраля в Симферополе заложили мемориал в честь Ашота Апетовича. И вот спустя две недели рабочие снимают опалубку. Следующий этап – облицовка. Туфы гранит для этого везут из Армении. Мемориал 10-метровый в длину, 2 метра в высоту, бронзовый бюст. В зону отдыха, скамейки, ну, будет очень-очень красиво на самом деле. Все средства за счет общины, благотворителей, благотворительного фонда. Стройка реально монументальная будет и гордость будет для всего Крыма. Мемориал откроют 6 мая. По проекту здесь же появится аллея с кованными скамейками, вечнозелеными кустарниками и цветочными клумбами. Тысячи памятников, обелистков, братских могил всегда напоминают нам о войне. И дань прошлого и память о прошлом – это, конечно, наши дела сегодняшние. Строительство вот такого мемориала с аллеи – это очень хороший пример для подрастающего поколения. Это дань уважения, это патриотическое воспитание. Место для аллеи и мемориала выбрали неспроста. В августе 2019-го Симферопольской школе номер 30 присвоили имя героя. 9 мая на территории школы появится музей имени Ашота Апетовича Аматуни. По экспозиции награды, мундир героя Великой Отечественной войны, фотоснимки, подлинники документов – их все передала его семья. Что еще появится? Предстоит сделать еще очень много. Пока вы видите, это макенды стендов. Каждый стенд представляет собой этапы жизненного пути героя Советского Союза Ашота Апетовича Аматуни. Он будет назван поэтическим образом и нести свою направленность. Кроме этого, планируется создать ленту памяти. К празднованию Дня Великой Победы все работы будут закончены. 9 мая крымчане смогут почтить память героя и возложить цветы к мемориалу. Татьяна Балыкина, Евгений Гарбузов. Утро нового дня. Первый час нашего эфира уже позади, но не стоит расстраиваться. Еще в течение часа мы будем поднимать вам настроение. Антонина Шитова и Александр Ткачев. Сегодня мы для вас работаем в студии. Нужно сказать, что мы подготовили массу информации. Наши корреспонденты не спали ни днем, ни ночью и собирали самые интересные факты, чтобы сделать ваше утро, дорогие друзья, бодрым и информативным. Давайте же узнаем из небольшого анонса, чего ждать от сегодняшнего эфира. Ладони потеют, пульс учащается, а мысли одна наперебой другой. Свод простых, но действенных советов для победы над страхом сцены. Учитель, которого ждут. В Крыму проходит конкурс педагогического мастерства среди студентов. След в истории. В Симферополе откроют мемориал героя Советского Союза, генерал-лейтенанту Ашоту Аматуни. Право на жизнь, как в перинатальном центре Симферополя выхаживают недоношенных детей. Включение из Евпатории, Ялты, Керчи и Симферополя. Все это и многое другое в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Если первый час мы начали с развлекательной новости, теперь в полном смысле информация полезная и наверняка радостная для абсолютно каждого симферопольца. Дело все в том, что власти города анонсируют, что к праздникам, которые в этом году особенные, высадят 100 тысяч цветов, причем однолетников. Причем эти цветы будут разного срока цветения. Прямо сейчас ведутся работы по высадке маргариток и тех, кто вел, которые украсят город сейчас. Чуть позже это будут настурции, петунии. Ну и к середине лета на центральных улицах города появятся в горшках подвешенных петунии. Прошу прощения, не петунии, а герани, мои любимые герани. Твои любимые герани. Я тебе хочу сказать, что вот такая массовая высадка, она начнется уже вот сейчас, перед днем воссоединения России с Крымом. То есть прям в ближайшие дни. Что касается остальных растений, они будут также высажены до Дня Великой Победы в парке, в Сквере Победы и у Вечного Огня. Ты знаешь, что меня больше всего радует в этой новости? В том, что когда-то очень-очень давно в Симферополе был абсолютно, наверное, на то время прогрессивный, в советские годы, центр Меристемная станция. Сейчас, к сожалению, Меристемой там уже не занимаются, но этому заведению дана новая жизнь. И там все эти растения, которые высажены будут в городе, они все выращены силами сотрудников этого учреждения. Более того, нужно сказать, что в этом есть особенный смысл. Поясню. Дело все в том, что растения, которые часто привозят к нам, они просто не подходят к нашему климату. Во-первых, поясню, что многие сорта самые изысканные в пятнышку, в цветочек, в бабочку, что угодно, они просто не подходят для нашего очень сухого климата. Сухость касается не только воздуха, но и почвы. И самые простые, самые опробированные сорта, они есть в наличии именно в этой семенной станции, и они будут высажены в городе. Но что касается гераний, я еще раз подчеркну, это по-настоящему крымское растение. Жалко, что только не зимует оно в наших краях. Герань цветет абсолютно круглый год, если ее правильно ухаживать. Нужно просто состригать отсветшие бутоны. Более того, это одно из наиболее засухоустойчивых растений, которое не требует ежедневного полива. Поэтому герань просто должна расти в Крыму буквально везде. Слушай, ну, получается, герань у нас относится к многолетним растениям, но я тебе хочу... Ну, опять-таки, да, она многолетняя. Ну, если ухаживать правильно. Родина растения Африка Южная, кстати говоря, она погибает только потому, что сталкивается с морозами. Если она не знает мороза, то она может расти, ну, минимум 5-6 лет без проблем. Ну, радовать глаз будет 36,5 тысячи однолетних растений. Это наверняка что-то максимально красивое, яркое, то, что находится с нами не так долго, но остается с нами и в нашей памяти. Ну, это в первую очередь, я думаю, петунии, которые стали символом отчасти города. Ну, что касается петунии, то они тоже многолетние. Если вы, например, высадите петунию в горшок и поставите на окно, то она будет расти минимум 5-6 лет, опять-таки, если не столкнется с морозами. Ну, я надеюсь, что морозов больше не будет. Тем более мы проанонсировали, что с четверга будет потепление. Все-таки наверняка стоит убирать пуховики и теплые вещи наверх. Ну, и плюс, если вы не собираетесь гулять по Симферополю ночами, когда опускается ниже нуля температура, то пуховики вам, наверное, не пригодятся. А днем температура будет подниматься около 10 градусов, поэтому это вполне приемлемая температура для начала марта. Саша, я надеюсь, что никто по ночам не гуляет, потому что все люди беспокоятся за свой сон. Кстати, есть некоторая информация, что ежедневно накопившийся недосып ведет к стрессам, к нарушению обмена веществ, различных процессов в организме и, конечно же, распространяются особые опасные заболевания. А я недавно прочитал, что недосып слишком сильно сказывается на лишнем весе, поэтому, если есть такая проблема, быть может, стоит пересмотреть свой график сна и бодрствование. Ну, дорогие друзья, началось утро, это самое время бодрствовать и радоваться жизни. Я предлагаю вам посмотреть рубрику «Хэштег», где новости наверняка обрадуют вас. «Хэштег», где новости наверняка обрадуют вас. Да. Всем привет, я Настя, это «Хэштег» Let's Go. Британцы обвинили 81-летнюю соседку в том, что она использует умеющего петь оперные арии попугая в качестве орудия для пыток. Людям приходилось слушать истошные вопли птицы каждый день на протяжении трех лет. А самое обидное, что паре британцев не верят, мол, старушка не способна на такие коварства. Жители небольшой итальянской деревни 6 марта ждал необычный сюрприз. Вместо воды у них из кранов потекло шампанское местного разлива. Шах и мат, аметисты. Но высшие силы тут ни при чем. Все дело в пробоине хранилища винодельни, которая находилась рядом с деревней. Из-за нее напиток и попал в систему водоснабжения. Дырку в трубе быстро заварили, и некоторые итальянцы начали писать жалобы в администрацию, что течь устранили слишком быстро. Совсем недавно был такой случай в Красноярске. После футбольного матча футболистам подарили пиво. А какие нелепые подарки дарили вам? На 23 февраля сотрудники ему подарили авоську. Авоська – это клетчатая сетка. Хорошо, а может быть, вы дарили какие-то нелепые подарки? Нет, всегда, не припомню, не скажу. Всегда все нормальные подарки хорошие дарили. Все лепые подарки. Все лепые подарки, да. Я не знаю. Вам не дарили подарков никаких? А, подарки? Ну, нелепые подарки. Подарки много дарили. Я не знаю. Духи. Духи, то есть вы считаете, если вам девушка подарила духи, то это нелепо подарки? Конечно, это же намек на то, что от меня воняет. Это обидно. Фу, как некультурно. А если вам друг подарил духи? То зачем такой друг нужен, да? Вряд ли мне друзья подарят духи. Мне ничего не дарили. Вам ничего не дарили, к сожалению. Несмотря на какой праздник. Мне вас очень жаль. Надо как-то с этим разобраться. Поплачьте-то. Не позовусь. Это прескорно. Для меня любой подарок, он важен. Имеет свою суть. Имеет свою роль. И в любом случае, если мне его подарили, значит, мне должно быть приятно. Сыр-косичку. Сыр-косичку? Да. На какой день вам подарили сыр-косичку? Это не мне, я дарил. Вот, девушки. За праздник. Смотреть противно. Вы ее очень сильно любите, походу. Безусловно. Я бы тоже так ответил, если бы со мной стояла моя девушка. Я бы подарила лучшему другу плакат, обклеенный просто картинками петухов. Прикольная информация. А пропустить нельзя? Ну, не знаю зачем. Японская полиция задержала 57-летнего мужчину, который на протяжении 25 лет воровал велосипедные сиденья. За это время у него скопилось почти 6 тысяч образцов. Мужчина тырил седлушки в Токио и Осаки, чтобы снять стресс на работе. И оказалось, что это очень даже весело. Он так в суде и сказал. Ничего страшного. На этом все. Это был хэштег. Ты там камеру выключишь? Саша, у меня такое чувство, как будто бы... Во-первых, надо присесть, потому что информация следующая может просто свалить тебя с ног. Прямо меня. Да, если так можно говорить. Потому что ты, как истинный любитель садов и растений, наверняка знаешь, что 16 миллионов рублей выделили на развитие виноградарства. Нужно сказать, что это президентская программа развития виноградарства в России. И, конечно, нужно отметить, что уже сегодня сделан очень большой шаг, очень многое сдвинулось с места. Заложены огромные плантации виноградников. Более того, масса новых сортов, которые доселе не были опробованы на полуострове, уже появились в виде саженцев и уже, наверное, пустили первые корни в крымскую землю. Но это такие грантовые поддержки для тех людей, которые только начинают свой бизнес в этой сфере. Может быть, и ты присоединишься? Я посмотрю на погоду, потому что все зависит от того, насколько погода хороша. Но пока, прежде чем обратиться к погоде, я предлагаю посмотреть афишу. Стоит ли вообще куда-то выходить? Ведь может будет дождь, а может быть что-то другое. Но, тем не менее, друзья, обязательно, обязательно посмотрите афишу, и вы наверняка найдете какое-то мероприятие по душе. Этот спектакль-игра поставлен по пьесе польского драматурга Йозефа Рачика. Как колечки, цепляясь друг за друга, образуют цепочку, так звено за звеном выстраивается сюжетный ряд постановки. Игровая атмосфера спектакля помогает малышам осмыслить чувство персонажей, осознать причины того или иного настроя. Яркие декорации создают атмосферу праздника. Артисты виртуозно разукрашивают постановку танцами, шутками, фокусами и пластическими этюдами и дарят малышам незабываемую добрую сказку. «Собака» — это спектакль о военной жизни грузинского села глазами мальчика Гагиты. О ценности человечности и о ситуациях, в которых это качество легко утратить, о неминуемых последствиях сражения за собаку. Немощный больной старик Спиридон и его внук Гагита ждут окончания войны и возвращения с фронта отца и сына. Размеренную нелегкую жизнь меняет появление в их дворе искалеченной жестоким человеком бродячей собаки, которой они дают кличку «собака». Меняется и жизнь села. Мальчику приходится сражаться, чтобы спасти собаку. Субтитры создавал DimaTorzok Очень-очень любопытные пони. И они едят теперь не только оператора Лешу, но и меня. Вот такой ручной хомячок. Мальчик. Родился мальчик, да. Мальчик родился. Саша, ну какие же все-таки талантливые наши с тобой коллеги. Вот только что посмотрели небольшой материал, анонс программы Ольги Пурачёна, которую обязательно смотрите. Такая искренняя, такая интересная программа. Дорогие друзья, более того, нужно отметить, что среди показателей, ну есть там показатели на особенных сайтах, которые мы обязательно просматриваем, программа «Деревенское счастье» бьет просто все рекорды. Она является одной из самых популярных на Первом Крымском канале. И, в общем-то, по количеству просмотров догнать ее фактически невозможно. Особенно отдельные серии. Поэтому я думаю, что на нее стоит обратить внимание. Саша, ну и раз мы уже начали говорить о такой программе, я предлагаю обсудить тоже интересную новость. Виноградарство обсудили, теперь можно обсудить разведение улиток, виноградных. Виноградных улиток. Кстати говоря, в России это абсолютно новая веха сельского хозяйства. Досели, но никто особо никогда не ел улиток и считали их вредителями. Ну, в общем-то, что отчасти правда. Особенно виноградные улитки. Боже, как они едят петунии. Это какой-то страх просто. Но, кроме того, мы сейчас... Речь идет не только об улитках, а о пельменях, которые делают с улитками. Не просто с фаршем, с мясом, с курицей, с рыбой, а делают с улитками. Это цельные, из него не делают фарш. Улиток здесь у нас производят, так скажем, в Крыму. И вот такой деликатес предлагают попробовать всем, кто окажется на полуострове. Нужно отметить, что ферма по созданию этих вот самых разведений улиток, она была заложена в Крыму. Но сам по себе бизнес, как ни странно, получил развитие в Центральной России. Именно отсюда из Крыма были вывезены несколько десятков образцов, скажем так, маточных, из которых уже сейчас их расплодилось такое огромное количество, что предприниматель долго не мог понять, куда их деть. Ну, изначально предполагалось, что это будет такой деликатес, по типу французского, прямо в раковине. Но их стало слишком много, и вот теперь идея пельменей с улитками стала, просто порвала все, простите за такое выражение прямое, все топы. И рестораны просто стали заказывать, заказывать это блюдо. Просто кроме того, что стали заказывать, даже сейчас новое специализированное оборудование уже готовится к производству этих пельменей с улитками. Антонина, знаешь, почему так много улиток в Крыму? Ну, наверное, погода позволяет обращивать их. Правильно, абсолютно верно. Я прямо сейчас уже готов рассказать, чего же ожидать сегодня в Симферополе, да и в других городах Крыма. Как одеться, что с собой брать, ведь похолодание, которое наступило наверняка, заметили многие. Итак, прогноз погоды по Симферополю. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 3 метра в секунду, температура воздуха ночью минус 1, днем 4 тепла. В Севастополе пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северо-восточный 3 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 2, днем на столбиках термометров 7 тепла. Прогноз погоды по южному берегу Крыма. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 2, днем 6 тепла. Но, слава богу, море согревает южный берег. Прогноз погоды по Феодосии. Ясно, осадки не ожидаются. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, днем 5 тепла. В Керчи 16 марта пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, днем 5 тепла. В Армянске сегодня облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, днем 7 тепла. Ну что же, перейдем к топливу. Надо сказать, что цены на топливо, несмотря на поднявшийся доллар, не сильно сдвинулись с места. И сегодня газ стоит 19 копеек, 19 рублей 56 копеек. Дизельное топливо 48 рублей 80 копеек. 92-й бензин 44 рубля 17 копеек. 95-й 48 рублей 65 копеек. 98-й 56 рублей 12 копеек. Ну и, конечно, валюты. Доллар сегодня сдал в позициях и стоит за единицу 73 рубля и 18 копеек. Евро тоже упал и стоит 81 рубль и 86 копеек. Ну что ж, вот такая информация к этому часу у нас есть. Надеюсь, кого-то она порадовала хотя бы. Ну, например, Антонину, потому что я вижу по ее улыбке, что она рада. Слушай, ну это однозначно радость моя проявлена. Я твоя радость? Да, ты моя радость. Спасибо, что сообщил. Приятные новости, что касается погоды, топлива. И деньги меня сегодня не интересуют. Странно. Да, не то чтобы я волонтер, но тем не менее, да, я, в принципе, довольна тем, что сейчас происходит. И, кстати, о новостях о волонтерах, которые подали заявки на участие в мероприятии Года памяти и славы. Это сообщают волонтеры Победы. То есть они расширяют и пополняют свои ряды. Что это значит? То есть руководитель Всероссийского общественного движения рассказала, что добровольцы, они будут помогать не только в День Великой Победы на мероприятиях, но и будут до протяжения всего года и вообще стараться ежедневно или еженедельно помогать ветеранам. Как они будут помогать, я пока не совсем понимаю, потому что на сайте не было подробной информации. Но что могу предположить, общение живое, может быть, какая-то помощь сходить в магазин, в больницу, провести и что-то сообщить, не знаю. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что этот год объявлен президентом России Годом памяти и славы. Ведь недаром 75 лет Великой Победы. Я позволю себе сделать анонс тех мероприятий, которые запланировала телерадиокомпания «Крым». Грандиозный марафон будет. Все корреспонденты готовят очень необычные, интересные сюжеты, посвященные этому дню, посвященные тем людям, которые приблизили победу 75 лет назад. И, в общем, я могу сказать одним словом, что можно пропустить все, что угодно, но только не эфир 9 мая телерадиокомпании «Крым», потому что это будет по-настоящему грандиозное мероприятие. Который, наверное, мы еще в таком масштабе не проводили. Саша, пропускать наши эфиры тоже не следует, потому что наши корреспонденты трудятся и готовят для вас сюжеты. Вот, например, Катя Серегина пообщалась с учителем, может быть, который претендует на звание «Учитель года». Подробнее мы узнаем в сюжете. Ты молодец, у тебя все получится. Давай, удачи. Итак, добрый день, ребята. Меня зовут Кристина Валерьевна. Первый раз в шестой класс, но в роли преподавателя пришла студентка Кристина Черкавская. Она участвует в муниципальном конкурсе «Учитель, которого ждут». Ее задача – провести урок на тему формирования лидерских качеств. Главное – новые формы подачи и креативность. Ваше задание – придумать идеальную школу. Какая школа, в вашем понимании, идеальная? Самые внимательные сегодня сидят на последних партах. Это члены жюри. Оценивают работу учителя по целому списку критериев. Умение поддерживать познавательную активность детей, познавательный интерес, мотивацию. Поддерживать себя на культуру речи, педагога. Но, пожалуй, главный отзыв конкурсанты ждут все-таки от самих учеников. Спасибо, с вами было очень приятно работать. Ну что, как вам урок? Во! Понравилось? Да! Ну а теперь можно выдохнуть. Первый урок Кристины, похоже, удался. Это огромный опыт и вообще шанс научиться и попрактиковаться. Мы желаем вам удачи. Спасибо. Этот конкурс организовал Крымский инженерно-педагогический университет с управлением образования Симферополя и методическим центром. Участвуют 35 студентов факультетов психологии, дефектологии, истории и филологии. Зайнеп Ибраимова ведет урок крымско-татарской литературы. И хоть я уже давно не школьница, мне не нужно получить пятерку. Я даже, к сожалению, не знаю крымско-татарского языка. Но на самом деле даже наблюдать за процессом очень интересно. И медицины, это очень интересно. Во время моей учебы на уроке литературы не показывали видеоролики. Наслабол Мирасим Тойе. Пахнусь Тойе. Не делали мы и аппликации, а сейчас педагоги стараются интегрировать разные дисциплины. Это новая интерактивная методика STEM. Это уроки, в которых присутствует межпредметная связь, больше именно направленная на координацию технических каких-то моментов, элементов и, конечно же, больше технологии. И этот урок подошел к концу, теперь ждем результатов. Урок прошел очень хорошо, очень круто. Мне понравилось, потому что во мне даже зажегся такой азарт в дальнейшем еще больше учить и давать знания деткам. Мы вам не очень помешали? Нет, я даже не заметила, как мы пошли. Уроки будут проходить до конца недели, после выберут победителя. Студенты, которые справились лучше всех, получат возможность трудоустройства. Екатерина Серегина, Андрей Псом и Влад Мошек. Утро нового дня. Следующая новость, наверное, будет отчасти приятна для студентов, но особо радоваться, честно говоря, нечему. Некоторые заведения полуострова, в частности Крымский федеральный университет, перешли на дистантное обучение. То есть теперь студентам некоторое время придется учить уроки, проводить семинары дома. Благо, современные технологии позволяют это, интернет, мобильные телефоны. Но, тем не менее, ситуация довольно серьезная, хотя паниковать, конечно же, не стоит. Ну и Саша говорит о ситуации, которая связана с коронавирусом. Хочется заметить, что жители России намного меньше переживают из-за всей такой ситуации. Да, из-за всей этой ситуации. И психологи это объясняют тем, что, действительно, за последние 10-20 лет мы пережили столько всего. И очень многие события, такие как коронавирус, россиян уже не возьмут. Но хочется заметить, что, несмотря на то, что лечиться все-таки лучше в больнице, поэтому если вдруг какие-то симптомы, то сразу же обращайтесь к врачам. Не рекомендуют использовать различные противовирусные действия, это ингавирин или еще какие-то антибиотики. Строго запрещено, поэтому лучше сразу обратиться к специалистам, которые помогут, расскажут и, конечно же, порекомендуют правильные лекарства. Абсолютно верно. Нужно подчеркнуть, что, в общем-то, как и все респираторные заболевания, отличить коронавирус от гриппа или аденовирусной инфекции очень сложно. Если вы не являетесь специалистом, это даже бесполезно делать. Более того, скажу, что применение антибиотиков, как сказала Антонина, в случае вирусных инфекций категорически противопоказано, потому что очень сильно может смазать течение болезни и, в общем-то, оставить серьезные осложнения. Что касается противовирусных препаратов, на данный момент не существует ни одного препарата, который официально был бы подтвержден, что он имеет какой-то положительный эффект на выздоровление. Более того, скажу, что последняя статья, которую выдало Министерство здравоохранения, касается противовоспалительных препаратов. Давайте маленький такой ликбез проведу. Дело все в том, что температура, когда она повышается до 36, выше 36, 37, до 38 является нашим защитным механизмом. Ну, вы сами понимаете, что тонкие нежные белковые структуры вирусов при повышении температуры, разумеется, смогут деформироваться и, ну, скажем, повреждаться. Поэтому температуру выше, ниже 38 сбивать ни в коем случае нельзя. Это естественный механизм защиты. Но что касается всего остального, безусловно, тут нужна только консультация врача. Ну, а из общих это, конечно, обильное питье и постельный режим. Ну, это вся информация, которую предоставил Саша. И наверняка, в принципе, в интернете тоже есть очень много по поводу и коронавируса, и антивирусных препаратов. Но что хотелось бы отметить. Лучше не лечиться через интернет. Лучше в интернете искать такие свежие, актуальные и смешанные новости, как это делают наши корреспонденты. Команда креативных кулинарных мастеров превратила популярных музыкантов и известных героев фильма в блины. Дэниэль и Хэнк – молодые, но весьма талантливые художники путешествуют по миру, впечатляя людей своей фантазией. Они предлагают попробовать на вкус Джокера, Харли Квинн или одного из главных персонажей «Звездных войн» Йоду. Трехочковым броском уже никого не удивишь. Трюковая группа «Диди Сквод» известна своими особенными выступлениями. Создав батутную площадку в заброшенном здании, каскадеры тренируются сутками. Результат вы видите на своих экранах. Используя акробатическое оборудование, мини-трамп и маты, смельчаки совершают удивительные прыжки и снимают впечатляющие баскетбольные броски. Причем точное попадание в кольцо уходит на второй план. Сам себе парикмахер. Все мы знаем поговорку «семь раз отмерь, один раз отрежь». Видимо, героиня этого ролика отмерила недостаточное количество раз. Решающий шаг — и челка готова. Девушке не стоит экономить на стрижке. Одна из аквалангисток, снимая подводную жизнь, вынуждена была прервать процесс, когда морская хищница подплыла к ней слишком близко. Ныряльщица ударила кулаком по носу акулу, после чего хищная рыбина изменила маршрут своего следования и больше не приближалась к женщине. Находящийся поблизости дайвер запечатлил момент, когда его коллега, пережив стресс, не смогла сдержать эмоций и выругалась. Эффектная девушка и ныряет эффектно. Погнавшаяся за красивым кадром, любительница инстаграма не подозревала, что оператор решил подшутить над ней. Как только она подошла к фонтану, парень сделал так, чтобы видео серьезного превратилось в комедийное. Что вы знаете о Лене? Житель Вьетнама снял забавное видео во время прогулки со своими котами по пляжу. Хозяин использовал общий поводок для своих домашних любимцев. Но в ходе путешествия один из хвостатых захотел понежиться под лучами солнца и наотрез отказался передвигаться. Второго питомца не остановило такое поведение соплеменника, и он продолжил путешествие, взяв на буксир ленивого друга. Саша, ну я думаю, что вот кому-кому на буксир никого не придется брать, так это ночным волкам, которые собираются устроить традиционный мотопробег. Стартует он в Симферополе 18 числа, посвящен 6-й годовщине присоединения Крыма к России. Отправится большой колонной, но организованной в Севастополь, где и проведут некоторые праздничные мероприятия. Присоединиться может любой. В среду, честно сказать, будет еще прохладно, поэтому как они справятся, я не знаю. Но в принципе, наверняка, таким путешественникам ничего не страшно. Я по-прежнему надеюсь, что мы сможем пригласить их в студию, чтобы, собственно, они сами подробно рассказали о мероприятии, но это уже наверняка будет не сегодня. Тем не менее, я предлагаю двинуться дальше. Антонина, скажи, пожалуйста, ты, я знаю, заядлая мотоциклистка, и был ли у тебя страх в первый раз, когда ты села за руль двухколесного коня? Боюсь до сих пор. До сих пор боюсь, а сейчас катаюсь. До сих пор боюсь, но такой адреналин и такие эмоции того стоят. Интересно, испытывают ли эмоции и адреналин те, кто выходит впервые на сцену? Лично я помню свой первый сценический опыт, я потом расскажу про это. Это отдельная история. Это было на сцене настоящего театра. Правда, там выключили свет. Но это совсем другая история, которая произошла еще при украинских временах, когда такое было возможно. Ну а как перестать бояться сцены и научиться быть настоящим актером, знает Стефан Филатов и расскажет вам в своем сюжете. Умение выступать публично – один из наиболее ценных навыков современного делового человека. Даже короткая речь способна как приблизить, так и отдалить коллектив от взаимопонимания, повысить или понизить авторитет оратора. Что и порождает страх выступлений перед большим количеством людей, или, как еще его называют, боязнь сцены. И вот именно об этом мы сейчас с вами и будем говорить. Страх перед публичными выступлениями – это в первую очередь недостаток уверенности. Чем лучше подготовиться человек, дополнить речу местными шутками, выучить материал, тем проще придется. Увидеть себя со стороны, подобрать мимическую реакцию для усиления сказанного, занятие у зеркала – то, что нужно. Две-три такие тренировки помогут вам почувствовать себя гораздо увереннее. Тем не менее, это не гарант того, что вы справились с фобией. А потому возвращаемся на сцену. Ну вот, стоило только на несколько минут отойти. Хотя, это ведь уникальная возможность. Давайте посмотрим, как держится на сцене профессионал. Движения Дарины естественны, а сказанное не вызывает сомнений. Да, те, кто боятся публичных выступлений, не репетируют годами напролет на манер актеров. Но и ждут от них другого. Между тем, театралы тоже волнуются перед выходом на сцену. Чтобы справиться с ним, чаще всего я сосредотачиваюсь на чем-нибудь. Это может быть дыхание. Ну, знаете, есть разные дыхательные техники, которые приводят в спокойствие наше тело. Глубокий вдох и медленный, неторопливый выдох – упражнение поможет насытить организм кислородом. А этого уже достаточно, чтобы привести нервную систему в равновесие. Коллега по цеху рекомендует подключать к таким практикам ораторские методы. Упражнения под кодовым названием «Индейские шаманы». Все волнение просто вылетит из нас, будет существовать отдельно, а мы пойдем на сцену довольны и успокоены. Также существенно облегчить жизнь спикера-новичка может позитивное мышление. Наверняка в зале будут друзья, родственники или единомышленники. Смело вступайте с ними в зрительный контакт. Представьте, что в этих стенах кроме вас больше никого нет. Стефан Филатов, Влад Мошек. Утро нового дня. Как же приятно работать с коллегами-профессионалами и как же приятно работать в такой уютной студии. Кстати, не забудем поблагодарить ООО «Форманта», который входит в холдинг «Гринвуд Групп» за то, что они предоставили нам эти роскошные декорации. Антонина, скажи, давно ли ты общалась с Татьяной Балыкиной? Давно в первом часе. Я думаю, что уже много всего изменилось. Да, я предлагаю прямо сейчас к ней подключиться, потому что она наверняка расскажет что-то интересное, находясь прямо в центре крымской столицы. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Снова доброе утро, коллеги. Здравствуйте, крымчане. Я сейчас нахожусь в самом центре Симферополя. И вот, что я вам хочу сказать, что уже начали готовиться весь город к тому, что скоро наши весенние праздники, памятные даты, которые такие важные в календаре для нас всех, приближаются. И к 18 марта и к воссоединению Крыма с Российской Федерацией высадят цветы в городе. Этим уже занимаются гор Селенхоз и МБУ-город. Также цветы высадят. И к 9 мая там больше 100 тысяч разных цветов, на самом деле, весенних и летних. Их будут садить по всему городу. Совсем скоро Симферополь на самом деле зацветет. И расцветет, потому что все-таки весна. Но вот, кстати, солнышко, которое сейчас так светит ярко, обманчиво. На самом деле на улице все еще холодно, поэтому одевайтесь потеплее. А я нахожусь возле выставки, которая называется «Герои России. Какими их не видел никто». Здесь ветераны боевых действий. И самому старшему из них 101 год на снимках, а самому младшему, по-моему, 31 год. Это на самом деле герои, которые участвовали в войне или вот именно в военных действиях. Вот Воловиков Андрей Валентинович, ветеран двух чеченских компаний. Родобольский Игорь Олегович, ветеран боевых действий в Афганистане. И также первой и второй чеченских компаний. Это на самом деле герои, которые много сделали для нас, для страны. Здесь также герой Великой Отечественной войны. И это действительно какие-то знаковые снимки, потому что, глядя на каждый, можно заметить, какой взгляд у этих героев. И вот я немного прочитала информацию о самой выставке, что фотографы о ней пишут. И там есть внизу такая фраза, я вам скажу, что героем может стать каждый из нас. Если вы подойдете к зеркалу, вы тоже увидите человека, который может стать героем. Потому что если мы остаёмся людьми и совершаем правильные поступки, хорошие, добрые дела, и каждый из нас, если сделает правильный выбор, может стать героем, пусть даже для кого-то героем, где-то, да, чуть-чуть помочь или спасти всю страну. Вот главное, оставайтесь героями и для себя, и для своих родных. Вот такая идея прекрасная. Также вы можете прийти, посмотреть на эту выставку. Здесь же проводится сбор, это помощь волонтерская для этих героев, потому что многим из них нужны протезы. Те, кто воевал на войне и лишился каких-то вот рук, ног, на самом деле можно помочь этим героям, которые когда-то спасли много жизней. Вот на такой ноте я с вами прощаюсь. Друзья, оставайтесь людьми, будьте хорошими людьми. И желаю всем доброго утра и хорошего настроения. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо большое, Таня. Спасибо большое, Таня. Конечно же, мы будем оставаться людьми. По крайней мере, стараться. Будем, да, стараться. Ну и, кстати, есть уже шаги для того, чтобы действительно называть человека с большой буквы Ч. С большой буквы Ч. Ну, мы все знаем, что семенемидными шагами развивается медицина в Республике Крым. Но вот медицина для дельфинов – это совсем новое ответвление. И совсем скоро, буквально в июне этого месяца, будет действовать специальный реанимобиль для дельфинов. Специальная служба будет отслеживать дельфинов, которые заболели, которые выбросились на берег. И автомобиль, который будет следить за этим, за всем действием, там будут самые передовые технологии использованы. УЗИ-аппарат, инфузионные методы лечения. Ну, в общем, все то, что необходимо, чтобы спасти жизнь столь редкому млекопитающего Черного моря. Да, вообще у нас есть центр «Безмятежное море», который называется и занимается он изучением проблем сохранения морских млекопитающих. Поэтому будут поступать дельфины, которые нуждаются в каких-то помощи, будут поступать в этот центр. Ну, а наши ветеринары будут успешно, я надеюсь, их спасать. Ну, дельфины, они во всем Черном море, в частности, в Евпатории. Я предлагаю подключиться к Евпатории за честность. Сегодня отмечается День подразделения экономической безопасности. Об этом поговорим с Дианой Даевой. Она на прямой связи с нашей студией. Диана, доброе утро. Сколько противоправных действий, каким вопросом удалось выявить сотрудникам полиции за последствия? Доброе утро, коллеги. Доброе утро, телезрители. Действительно, 16 марта ветераны и сотрудники, и те, кто борются с экономической преступностью, отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня с 83 года, с момента образования отделений отдела экономической безопасности и коррупционной безопасности. Сегодня у нас в студии гость, начальник отдела безопасности и коррупционной действий, Сидоров Александр. Александр Викторович, здравствуйте. Расскажите, сколько в Евпатории уже в этом году зарегистрировано, то есть выявлено таких действий? Доброе утро, уважаемые жители, гости нашего города. Сегодня действительно наша служба, отдел экономической безопасности и противодействия коррупции, отмечает свой профессиональный праздник. В 1937 году, 16 марта, была создана указанная служба. В настоящее время, разрешите, да, я в целом о подразделении расскажу. Основными задачами нашего подразделения является это предупреждение, выявление, пресечения экономических и налоговых преступлений, преступлений в сфере государственной деятельности среди органов власти. В настоящее время нам удалось создать молодой, но довольно профессиональный коллектив, который способен исполнять возложенные на него задачи. Так, по результатам двух месяцев текущего года, нашим подразделениям выявлено 14 преступлений экономической направленности, среди которых это преступления и налоговые, и в бюджетной сфере, и коррупционные, и должностные. Если позволить, вот статистика, из них тяжких, особо тяжких преступлений нами выявлено 11 преступлений, в должностных 2 преступления, коррупционных 4 в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 3 преступления, в сфере строительства также 3 преступления, в бюджетной сфере 4 преступления, в сфере интеллектуальной собственности 1, привлечено к уголовной ответственности 6 лиц, которые совершили данное преступление, окончено 5 уголовных дел, по результатам их расследования возмещено более 11, порядка 12 миллионов причиненного материального ущерба. Расскажите какой-нибудь пример какого-то резонансного дела именно для Евпатории. Для Евпатории, конечно же, резонансным является проблемный вопрос реконструкции набережной Терешковой, который длится довольно долго, и на сегодняшний день результатов жители нашего города не видят. К нами были собраны материалы, проведена проверка, материалы были направлены в следственные органы, по которым возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц. Сейчас ведется следствие, проводятся экспертизы судебно-технические, с целью определения причиненного материального ущерба лицами, которые выполняли работы и осваивали указанные бюджетные средства. Эти бюджетные средства выделялись и осваивались в рамках федеральной целевой программы. Также вот большое внимание сейчас уделяется реализации национальных проектов, согласно указанию нашего президента Российской Федерации. К нами также выявлено и сдокументировано преступление в ходе реализации нацпроекта, коммерческий подкуп. Дело также уже направлено в суд. Александр Викторович, расскажите, как Вы считаете, Евпатория выделяется среди других городов по количеству, например, преступлений среди других городов полуострова? Евпатория является одним из крупных городов Крыма и является курортным городом, является здравницей детской. И в связи с этим очень большое количество бюджетных осигнований направлены на развитие города Евпатории. И, конечно, чем больше денег поступает бюджет, чем больше работ выполняется, тем больше лиц, которые хотят на этом нагреть руки. Соответственно, у нас, как я уже говорил, четыре преступления уже задокументированы в бюджетной сфере. Работа ведется, и еще будут возбуждены дела, потому что есть недобросовестные подрядчики, которые совершают хищение. Есть в том числе и недобросовестные распорядители бюджетных средств, это чиновники наши. В этом направлении ведется работа, и каждый рубль бюджетных денег нами отслеживается, и все незаконные действия нами пресекаются. Спасибо, Александр Викторович, что нашли время прийти к нам в студию. Коллеги, я передаю вам слово и желаю вам хорошего дня и хорошего настроения. Спасибо. Большое спасибо, Диана. Желаем вам отличного настроения и только добрых новостей. Напоминаю, на связи была Евпатория и корреспондент для радиокомпании «Крым» Диана Даева. Спасибо. Ну, а что хочется сказать? От одного корреспондента мы передаем слово другому нашему корреспонденту. Это Татьяна Балыкина, которая развивается в нашей редакции и готовит интересные сюжеты. Ну, а что она подготовила к этому эфиру, узнаем прямо сейчас. Для одних пленка киноленты, а других – воспоминания. Великая Отечественная война оставила глубокие раны в сердцах миллионов людей. Среди них и Ашота Матуни. В июле 1941 года, в возрасте 18 лет, он добровольцем ушел на фронт. Начинал пулеметчиком, до Берлина дошел командиром танковой роты. И после победы служил родине еще 40 лет. Скончался герой Советского Союза генерал-лейтенант Ашота Матуни в октябре 2019-го. Но память о его подвиге продолжает жить. В конце февраля в Симферополе заложили мемориал в честь Ашота Апетовича. И вот спустя две недели рабочие снимают опалубку. Следующий этап – облицовка. Туфы гранит для этого везут из Армении. Мемориал 10-метровый в длину, 2 метра в высоту, бронзовый бюст. Зона отдыха, скамейки, ну, будет очень-очень красиво на самом деле. Все средства за счет общины, благотворителей, благотворительного фонда. Стройка реально монументальная будет и гордость будет для всего Крыма. Мемориал откроют 6 мая. По проекту здесь же появится аллея с кованными скамейками, вечнозелеными кустарниками и цветочными клумбами. Тысячи памятников, обелистков, братских могил всегда напоминают нам о войне. И дань прошлого и память о прошлом – это, конечно, наши дела сегодняшние. Строительство вот такого мемориала с аллеей – это очень хороший пример для подрастающего поколения. Это дань уважения, это патриотическое воспитание. Место для аллеи и мемориала выбрали неспроста. В августе 2019-го Симферопольской школе номер 30 присвоили имя героя. 9 мая на территории школы появится музей имени Ашота Петовича Аматуни. По экспозиции награды, мундир героя Великой Отечественной войны, фотоснимки, подлинники документов – их все передала его семья. Что еще появится? Предстоит сделать еще очень много. Пока вы видите, это макенды стендов. Каждый стенд представляет собой этапы жизненного пути героя Советского Союза Ашота Петовича Аматуни. Он будет назван поэтическим образом и нести свою направленность. Кроме этого, планируется создать ленту памяти. К празднованию Дня Великой Победы все работы будут закончены. 9 мая крымчане смогут почтить память героя и возложить цветы к мемориалу. Татьяна Балыкина, Евгений Гарбузов. Утро нового дня. День Великой Победы 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 До новых встреч, друзья. Увидимся уже завтра. Пока-пока. День Великой Победы День Великой Победы